Ребят, привет! Сегодня мы с семьей летим в Хургаду, и в этот раз мы летим уже с тестами, в отличие от прошлого. Давайте расскажу быстренько по поводу тестов. Тесты можно сдавать в Украине перед вылетом, и можно сдавать по прилету в Египте. Я очень советую сдавать тесты в Украине. Почему? Потому что, во-первых, это надежнее, вы уже не переживаете, что вам в Египте покажут плюс. Во-вторых, многие туроператоры или дают бесплатное направление на тесты, или потом вам компенсируют их по прилету. Поэтому это получается дешевле, так как в Египте сделанные тесты не компенсируются ни одним туроператором. По поводу сдачи тестов в Украине есть два варианта. Можно сначала приобрести и забронировать тур, получить от туроператора, например, бесплатное направление на тесты, пойти его сдать в лаборатории, которая сертифицирована и переводит на английский язык, и потом уже получить результаты и улететь. Есть еще второй вариант. Вы можете сначала сделать тесты. Тесты действительно 72 часа до прилета, то есть с того момента, который у вас написано на бумажке, и должно пройти не более 72 часов, пока вы влетите в Египет. Поэтому как сделали мы? Мы сначала поехали, сдали тест, мы ездили в ДНК-лабораторию, до 9 утра мы его уже сдали, и в 17.00 мы получили бумажку на руки. На сайте у них вывешивается в 21.00, но с 17.00 до 18.00 там можно сразу получить бумажку. Как только мы получили результаты тестов, мы сразу же забронировали тур и уже с уверенностью того, что у нас минус, и что мы точно летим. При приобретении тура, а потом сдача тестов, есть вероятность того, что вам может показать плюс. В этом случае обязательно при бронировании тура вам нужна страховка от невыезда. Ее предоставляют туроператоры. Раньше ее предоставляла отдельно компания ВУСО, но сейчас из-за мошенничества наших людей, к сожалению, они поставили правило, приобрести эту страховку можно не позже, чем за 10 дней до вылета. Поэтому или брать, если вы приобретаете раньше, чем за 10 дней, или брать ее у туроператора, ну или надеяться на лучшее. Очень важный момент по страховке от невыезда. Возьмем пример, если вы летите два взрослых и ребенок. Например, у одного взрослого показывает плюс, у второго минус. При этом страховка от невыезда по правилам компенсирует только за одного взрослого. Считается, что один взрослый и ребенок может лететь. Если же показывает плюс у ребенка, если ребенок старше 6 лет, и вы сдаете на него тест, на него показывает плюс. Считается, что не летит один ребенок и один взрослый. Другой взрослый считается, что может лететь. Поэтому 100% за вычетом франшизы страховой вам компенсируют только в том случае, если вам покажут два взрослых плюс или два взрослых и ребенок. Всем привет, друзья! Вы уже послушали Татьяну по поводу тестов. Но я вам буду показывать, снимать. Мы летим в Хургаду, летим на авиакомпании МАУ. Как проходит регистрация на МАУ, мы уже есть у нас в прошлом видео, когда мы летали в Египет. Ссылочка будет в описании под этим видео, кому интересно. Так что там ничего нового нет, я не стал снимать. Единственное, что на стойке регистрации спрашивают тесты. Зачем я, правда, не знаю. Мы показали тест, она там отметила что-то на билетах и нас пропустили. А так все очень прошло быстро. Опять-таки, у нас регистрация, все хорошо. В аэропорту Борисполь, как видите, тишина. Все спокойно, все хорошо. Здесь ничего не изменилось по сравнению с предыдущими видео. Поэтому мы сейчас будем ждать уже посадку в самолет. И покажу вам, как происходит в Хургаде. Что у нас там, как там будут проверять, требовать. В общем, смотрите, я вам все постараюсь рассказать, показать более детально. Вот так вышли мы с самолётика. Вот такая очередь. Там проверяют дальше у нас декларации эти здоровья, тесты. И пропускают здание аэропорта. Дорогие туристы, я прошу отметить, что заполнение анкеты здоровья для Египта – это обязательное условие, потому что без неё вас не пустят в здание аэропорта. Когда мы летели в самолёте, я отметила, что большая половина людей не имела этих анкет уже заполненных. У кого-то не было ручки, было темно в самолёте. Кто-то не знал, как их заполнять, нервничали, переживали. Это того не стоит. Поэтому, пожалуйста, у своих турагентов просите вместе с документами выдать вам эту анкету. Вы спокойно её заполните дома. Как её заполнять? Ссылочка внизу, там всё подробно рассказано, и это очень легко. И вы не будете чувствовать дискомфорта во время полёта. Дорогие турагенты, если вы смотрите это видео, пожалуйста, скачать одну анкету любого туроператора за 5 минут. Вы давайте своим туристам, потому что вы этим создаёте реально дискомфорт людям. Ещё, пожалуйста, потратьтесь немного. Купите миграционные карты, вы давайте туристам, вы давайте людям. Они быстрее будут проходить в аэропорту, вот эти, миновать все очереди. Показали тесты, у нас посмотрели декорацию здоровья. Больше ничего. Привет! Поэтому проходим сейчас дальше. А у кого нет тестов, те стоят, ждут дальше. Когда всех людей пропустят, которыми с тестами они остаётся возле охраны, наверное, пойдут сдавать тесты. Вот так меряют здесь температуру Куфургаде. Вот у кого нет миграционных карточек, кому не выдали в турагентствах, вот стоят здесь ребята с разных туроператоров. Они выдают карточки. Ну, сейчас людей мало, хорошо, конечно, но когда большой поток, я думаю, постоять в очереди придётся. И сразу же буквально 5 метров и паспортный контроль начинается. Итак, паспортный контроль мы прошли очень быстро, но в очереди нет, аэропорт Куфургады пустой. Итак, паспортный контроль мы прошли очень быстро, виза сейчас не нужна. Больше мы тесты пока ещё нигде не показывали, только сдали эту медицинскую карту на выходе самолёта. Нам поставили печати в паспорт. Напоминаю, виза сейчас не нужна, платить ничего не нужно. До 1 марта или апреля следующего года визу отменили. Её не только на бесплатное, просто отменили. Сейчас нам нужно будет забрать чемодан, я вижу, с нашего рейса. Пройти таможенный контроль и всё, вы отдыхаете. Мы автобус ждать в этот раз тоже не будем, трансферный, поэтому мы поедем отдельным трансфером. Итак, вон там вдалеке я сейчас заберу свой чемоданчик, пройдём таможенный контроль, посмотрят. Ничего запрещённого не привезли в страну и отправимся на трансфер в отель. Нет, не этот, вот он наш чемодан, смотри. Не этот, вот он наш. При выходе с таможенного контроля здесь можно купить карточки интернет мобильные. О, туроператоров, извините, туроператоров, мобильных операторов здесь много. Цены тоже разные. В среднем 16 гигабайт, 10 долларов стоит. Сейчас мы выходим на улицу, будем добираться уже к отелю. Но отель мы поедем не автобусом, а мы заказали отдельный трансфер. Извините, заговариваюсь, потому что ушки чуть-чуть заложила в самолёте. В Египте отдельный трансфер стоит недорого, потому что это всё-таки Египет, не Турция. Здесь можно себе, как говорится, позволить заказать индивидуальный трансфер. Вот мы подошли к окошку от нашего туроператора, сказали, что мы на трансфере не будем вместе со всеми туристами. Ребята, обязательно это говорите, ещё раз вас спрошу, потому что, чтобы вас не ждали по часу в автобусе. Пошли, предупредили, что вы едете на такси или индивидуально. Всё, вас отметили, и вы спокойно себе дальше едете, хоть пешком идите. Встретил наш человечек с табличкой, сейчас сказал, что сюда подгонят нам машину. Мы поедем в отель. Кстати, мы первый раз в ноябре, в Египте особенно, в Хургаде. И как-то вечерком здесь не сильно жарко, не холодно. Ветер такой, ну не холодный, я бы сказал, но не жарко. Ну что, сейчас поедем мы в наш отель. На этом видео я буду, наверное, заканчивать, сейчас приедем в отель. В следующем видео уже смотрите обзор номеров, питания, пляжа. Я вам всё отдельно покажу. Всё отдельно, почему? Потому что я не хочу всё в одном видео смещать. Питание, пляж, номера. Будет достаточно долгое видео, поэтому я сделаю отдельные видео. И смотрите, каждый сам что хочет, что для него важно. Вот наш автомобиль приехал. Номер, питание или пляж. Итак, приехали мы в наш отель. Я сейчас вам не буду показывать, в каком мы отеле. Уже сейчас покажу вам заселение в следующем видео. И обзор номера будет. Вот, в общем, в принципе, сложного ничего нет. Приехать сейчас в Египет. Всё абсолютно просто. Ну, дискомфорта особо никакого не вызывает. Людей очень мало, очень мало людей. Поэтому, кто хочет погреться, приезжать в Египет, посмотрим, что здесь будет та погодка. Всё, всем до новых встреч. Смотрите следующее видео, посмотрите заселение в нашем отеле и обзор номера. А также все последующие обзоры этого отеля.